Во время последней встречи с Даной Уайтом мы поговорили о следующем бое, и да, я выбрал его, именно Пауло Косту, и я хочу биться с ним, других вариантов уже нет, у меня большое имя, у Пауло также есть много фанатов, и это будет настоящий супер бой. Этот бой выглядел как истерзание, трудно было поверить в тот момент, что Джонни Хендрикс это бывший чемпион, Коста просто уничтожил его, разобрал на атомы. Он закончил бой, все кончилось, Пауло Коста снова сделал это, Джонни Хендрикс ничего не смог сделать, это была впечатляющая победа. Как дела Нью-Йорк? Я здесь, чтобы весь мир узнал мое имя. Наступает новая эра. Я следующая суперзвезда из Бразилии в UFC. Он монстр, он безумно силен, он это будущее. Я думаю, его нокауты в последних боях это очень и очень больно. Пауло Борачинья уничтожает очередную жертву. Он пытается финишировать соперника. Тяжелейшие удары. Пауло Борачинья сделал это. Его будут узнавать, без сомнений, я уверен на все сто. Он просто размазал всех. Он уничтожает соперников. Ему нужно подать иск на UFC за то, что его еще не так сильно раскручивают. Когда ты переходишь в новый вид спорта, ты не должен быть щенком. Ты обязан стать диким псом. И вот, что я собираюсь сделать. Исраэль на досане продолжает свою серию побед. Теперь его счет 12-0 после дебюта в UFC. Это был длинный путь, и теперь добро пожаловать в UFC. Я новый пес в этом городе. Просто закройте меня в клетке. Невероятное попадание. Он быстр, его атаки креативны. Кто же из бойцов сможет составить ему конкуренцию? Теперь вы знаете, кто я такой. Пауло Коста вернулся в игру, и он сказал, что Юрая Холл намного жестче, чем Исраэль да Санья. Оу, он в опасности. И снова Пауло Коста побеждает. Вау, теперь у Бразилии появился новый претендент на титул в среднем весе. Это Пауло Коста. Пауло Коста — это сверхуверенный в себе человек. У него огромная мощь. Уважение ему. Я его за это уважаю. Эй, Изи, глянь на себя. Ты же тощий додик. Я вообще не парюсь на твой счет. Я схвачу тебя и разорву как тряпку. Я надеру тебя зад. Болтай больше. 3-го ноября я тебя снесу. Оу, он подловил его. Сильнейшее колено и отличное левое от стайлбендера. Брансон потрясен. А Десанья снова наносит свое колено. Этот парень особенный. И я думаю, он будет следующей суперзвездой. У него невероятный талант. Еще один нокдаун. Оу, Израэль и Десанья побеждают Дерека Брансона нокаутом в первом раунде. Он уникальная личность. Очень веселый парень. Его бойцовский арсенал огромен. Он реально новая версия Андерсона Сильвы. Его ударка просто лучше каждого в этом мире. У нас была договоренность. Мы сделали сделку. Я сказал, что после боя с Андерсоном Сильвой я пойду за титулом. Я сделаю это. Отличное попадание от Израэль и Десанья. Оу, ему залетает этот левый удар. Он уходит. О боже мой, это просто невероятно. Он близок к нокауту. Остается несколько секунд. Он потрясает его. Эй, это был охренительный бой. Вау, что за бой. Приготовьте бонусы для этих парней. Последний стайлбендер теперь новый временный чемпион ГФС в среднем весе. Ты охрененный бой закатил. Это будет самый большой вызов в моей карьере, но я знаю, что вырублю его. Паула Коста и Юэль Ромеро сейчас в клетке. Вау, он уронил его. Он потрясен. Теперь нокдаун от Ромеро. Вот почему этот бой такой непредсказуемый. Этот бой с самого начала пылает огнем. Отличный хэдшот. Я буду ждать Адесанью, этого тощего клоуна. После боя с Витекером я буду ждать своего шанса, чтобы доказать, что я настоящий чемпион. Исраэль Адесанья из Новой Зеландии будет биться с Робертом Витекером из Австралии в следующем бою. Если Адесанья получит пояс, то я сто процентов снесу его. Этот бой безумный. Мы все видели, как он дерется. Витекер намного опытнее. Я думаю, он побьет Адесанью. Очень близкий момент к завершению боя. Но это был нокдаун лишь в конце раунда. Окей, погнали. Второй раунд. Ему нужно быть аккуратнее. Вау. Адесанья забирает пояс чемпиона. Теперь он неоспоримый король среднего веса. Всего за два года в UFC Исраэль Адесанья стал лучшим средневесом на планете Земля. Вы знаете, кто следующий. Это перекачанная астероидная обезьяна. Бедный Борочинья. Мне не нравится этот тип. Я хочу раскрошить ему лицо. Поверьте мне, когда мы встретимся, он будет молить меня о пощаде. Этот парень смешон. Он просто клоун. Он не может побить меня. Я иду за ним. Паула Коста будет следующим претендентом на титул. Так ведь? Да, он такой же, как и все. Просто немного накачаннее. Меня он не волнует. Я и так на хайпе. Он мне особо не нужен. Я уже поймал поезд хайпа. Он мне нужен только для того, чтобы доказать всем, что он меня не победит. Все хотят этого боя уже долгое время. Витакер или Коста, кто более силен, как противник для тебя? Никто нахер. Паула Коста повредил свою руку, и скорее всего мы не увидим его в ЕФС в течение 8 месяцев. Уже для чемпиона подыскивается новый соперник. Эй, Исраэль! Увидимся, парниша! Твое мнение об этом поединке. Мне похер на этот бой, но я знаю, что Одесса не обоссытся. Он всегда боится больших парней. Его беспокоят крепкие ребята. Я никогда такого не видел. Он просто стоял в таком положении. Гляньте на Ивеля. Спросите у него, что он делает. После боя я был немного в шоке, что мой партнер по танцам не захотел плясать со мной. Одесса и Ромеро провели вместе в клетке уже 25 минут, и все закончилось. Я знал, что Исраэль и Одесса не будут так биться. На кону стояло многое. Он умный парень, но целый бой бить только лоу-пики – это ужасно. Теперь ему предстоит выяснить отношения с Пауло Костой, и это будет безумное противостояние. Пауло Коста после поединка хотел вломиться в клетку, но его удержала охрана и менеджер. А, эта обезьяна уже убежала. Да и хер с ним. Он был чокнутым в тот вечер. Он перепрыгнул через ограждение и хотел зайти в клетку. Одессани – это просто пустое место. Мне стыдно за этот бой. Он не чемпион. Я думаю, что он моя самая большая фанатка. Вот почему он летает везде за мной и смотрит мои поединки вживую. Пошел нахер. Я заставлю его плакать, и я залезу ему в голову. Он будет рыдать, как ребенок. Коста против Одессани будет дичайшим боем. Я это вам обещаю. Когда я войду в клетку, я снесу его бошку. Он не переживет мои удары. Коста готов расчехлить свои пушки. Он невероятно опасный боец. Он очень, очень, очень опасный соперник. Он выдающийся ударник. Его сила безумна. Он быстрый, быстрый и мощный. Я думаю, что Паула Коста очень предан своему делу. Вот в чем секрет его успеха. Я готов показать, кто новый чемпион в этом дивизионе. Это я. Израиль Одессани очень опасен и быстр в стойке. Но Паула Коста не уступает ему в этом. У них обоих особенная техника. Я хочу поскорее увидеть этот бой. Ведь эти два парня лучшие в мире. Эта война уже перешла на личное. Я уничтожу его. Я разорву его. Одессани нужен простор и место, чтобы справиться с таким парнем. Благодаря своим размерам он отличный боец. Но Паула один из тех парней, кто может сделать вокруг вас намного меньше места. И он будет прессинговать вас весь вечер. Он хорош в своем напоре. Это будет легчайший для меня бой. Я прикончу его. Этот мудак уснет. Он не сможет пережить поединок со мной. Я знаю, что он придет за поясом и сделает все, чтобы победить. Но я остановлю его. Я сотру тебя в порошок. Эти бойцы ничем не похожи. Они несут разные стили. Но бой будет безумно невероятным. С Витакером покончено. Коста, увидимся, парниша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok